И всем привет ребята, вот и наша новая серия по МФР Рояль, и уж давненько у нас не было с вами каких-нибудь интересных патронов, а именно, ядовитые, потому что на данный момент это самые, как по мне, имбалансные патроны, ведь противник при попадании нормально так может потеряться, так что сегодня отыгрываем именно с ними. Ну а вам и желаю, как и обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает, ну и конечно же не забываем про подписку на канал, ведь нас уже почти 150 с половиной тысяч человек, за что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и также, бонусом для тех, как вообще ни разу не трудно, смотрите ролики через VPN, это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба, ну а мы начинаем, погнали. Хотел задонатить UC в PUBG Mobile, но совсем забыл, что ты живешь в России, и теперь это больше уже не проблема, ведь есть сайт playrock.com. Playrock это маркетплейс товаров и услуг, где донат осуществляется легально через официальный магазин PUBG Mobile, покупка причем совершается всего в пару кликов, регистрация через ВК или Гугл, оплата банковской картой или Киви, и после покупки вы получаете инструкцию по получению товара, и у вас открывается чат с продавцом. 10 минут и все, 325 UC у меня уже на аккаунте. Сотни тысяч игроков уже получили донат через Playrock, более 180 тысяч отзывов, которые оставили реальные люди. Приобретайте UC через Playrock и тратите их на все что угодно, а также с недавнего времени здесь обновилась страничка с PUBG Mobile, где вы теперь можете найти не только аккаунты, бусты, даже кланы с популярностью, но и ваш любимый метро рояль. Так что как обычно, playerop.com, ссылочка в описании. Капец, вот он засел на этой своей крыше, а как его оттуда доставать, я теперь без понятия. Как вариант, конечно можно сейчас рискнуть и подойти как можно ближе, но блин. Зная подобные ситуации, в 90% будет шанс, что он тупо меня закидает под стволкой. Капец, он еще и агрессивный там. Да обычно там до последнего ребята сидят. Че ты? Прям в цель гранатку кинул. Я бы офигел, если бы я сам еще с ними подорвался. И че это? Он пошел танчить шестерки? Да он сейчас серьезно? Капец, я вообще без понятия, на что он сейчас надеялся. Пойти затанчить фуловую шестерку. Даже не имея с собой, как оказалось, граника. Ладно, быстренько прям чекнем спину, но то мало ли еще кто-нибудь оттуда подойдет. И куда-нибудь вражок. Погнали. Порой, даже мне нужны вещи, чтобы играть. Я их покупаю в магазине Metro Market. Самый крупный и старейший магазин в мире, у которого уже сейчас закупаются все, кого я знаю. И кто знает меня. Еще бы, бездействие никогда не обманывают. Приятных покупок. Только вот, походу, на рожке-то никого и нету. Даже тот же самый снайпер и тот на вышке стоит. Я так понимаю, парни, которые тут оказались, по-быстрому чекнули магазин, что, скорее всего, и пошли в родейку. Ну да, так оно и было. Так вот, почему-то планшет, значит, он купил, который стоит ровно столько же. А флайер не стал. Хотя, как по мне, от флайера в тысячу раз, ну, больше пользы. Вы сейчас серьезно? Я ж только что оттуда пришел. И тут же сзади появилось. Вот это я понимаю. То со всеми, кого нету, то одновременно и со всех сторон. Ладно. Раз я сюда поближе, то, наверное, здесь сначала разберемся. Ну, а там дальше видно будет. Лишь бы вот он сейчас меня так же не встретил, как того парнишку, которого, видимо, только что убил. А то, судя по выстрелам, он был с Фамасом. А Фамас на ближней дистанции, это прям машина для убийств. Сколько раз сам не играл, всегда закатывало. Просто шикарная пушка. А вот он. Готов. Только почему-то на этот раз уже с МКХ. Серьезно? И этот Фамасик мне же и выпал. Неплохо. Блин, если не забуду, то когда-нибудь и с ним тоже сделаю серию. Так вот из-за этого же Фамаса резко кончилось место. Копяц. Да у меня даже патронов не так уж и много. Я так-то сегодня планировал еще не только сгонять и в радиацию по боссам пробежаться. Как можно больше закрыть всю третью карту. Ну, а так. Думаю, можно назад возвращаться и чекнуть, куда там пропал тот парень со спины. Погнали. Я так понимаю, он тоже в радейку пошел? Потому что снайпера на вышке так никто и не забрал. Куда бы это записать, что на 25-й минуте боя там до сих пор снайпер живой. Ну вот, а куда мне теперь идти? Пойти чекнуть что-то в радиации происходит. Ну, либо же по-любому тут кто-то сидит. Ладно. Понял. Походу, это все резко отменяется. Еще и первый накидывать начал. А вот это он сейчас зря. Я же до сих пор с подстволочкой. Пол хп точно нету. Готов. Еще рассыпался. Капец. То чувство, когда ты и так подходишь с полным рюкзаком, а там парень под ноль рассыпается. Что-то мне подсказывает, что сейчас экстренно придется возвращаться и забирать те весы, которые я только что скинул с МКХи. Потому что смысл она мне просто так на плече, когда на ней совсем ничего нету. Поодевайся. О. Вот так получше будет. Все-таки кобра на 20 слотов, но меньше занимает. Осталось только теперь как-то шестую каску поместить. А вот так уже совсем другое дело. Я ж надеюсь, я никаким чутом больше не отъеду в этой катке. А то сейчас прям все очень к этому близко было. Во. Вот так прям по максимуму все залутано. Да и вообще, сейчас можно не только пойти и обвесы на МКХу забрать, так заодно сразу и купленного босса убить. Ну а потом уже, если останется время, я никуда не пойду дальше. То можно и бродейку сгонять. Если буквально пару дней назад у меня была дикая нужда в радиации, то сейчас все более-менее. И даже какие-то шмотки появились. Здесь не супер много, но пока что пойдет. Но пару каточек еще точно хватит. Особенно если вот так вот с каждой сыпать будет. Нет, тут никого не было. И все прям на месте лежит. Нет, но то, что 8Микс теперь появился, это с одной стороны неплохой такой плюс. Можно будет спокойно с МКХ работать на дистанции. А дистанция плюс ядовитый патрон, это идеальная связка. Особенно если это какая-нибудь радиация. Тогда просто мастхэв. Че это с ним? Да обычно же всегда попадает. Полхэп по-любому нету. Готов. И он у нас фиолетовый. Не, ну хотя бы нормально так фиолетовый. Да то бывает упадет какая-нибудь там четвертая сумка. И вот стоишь думаешь, че с ней делать? Я вот сейчас подумал, а может быть перед радиацией сначала на бойсика сбегать, который на рыжке стоит? Как бы почти половина боя прошла. А там я так понимаю, до сих пор стоит снайпер на вышке. Что скорее всего означает то, что там никого не было. Ну либо же кто-то, который там заспаунился, по-быстрому убил бота, точнее бойсика, и сидит там ждет. Хотя смысл? У нас же вроде бы как дырку на рыжке открыли. Так что в этом действии я больше вообще никакого смысла не вижу. Серьезно? Его забрали? А, все, понял. У нас вот кто-то появился. Он типа сейчас встречать меня хочет, да? Готов. И причем он был с авиком. Блин, да та же самая подстволка в руках ему дала бы намного больше шансов, чтоб меня как-то закрыть. Но никак не АВМ. Которая, я так понимаю, мне не выпала. Ну да. Только разрывные. Хотя, 11 штук можно было бы с собой взять, но в данной ситуации на очищенные поважнее будут. Ну а так, раз у нас теперь тут точно все по ноль зачищено, я думаю, можно и в радиацию гонять. И по-любому там кто-то должен быть. Поехали. И, видимо, я сюда опоздал. Потому что как бы половина боя прошла, а у нас тут все в идеальной тишине. Да даже те же самые собачки по факту стоят на своих местах. Ну, по крайней мере, везде, кроме библиотеки. Но там, скорее всего, просто в последнюю очередь ее лутали. Что? Там лежит труп? Да не. Но такого же быть не может, чтобы парни съели собаки. Ну да. От радиации у него только таблетки. И никакого лута. Походу, дело, я реально сюда опоздал. Так что, наверное, потихоньку сваливать будем. К тому же, там только что кто-то забрал временного босса. А он на секундочку. Там только появился. Да. Неплохо я так пролетел со временем. А вот сейчас не понял. Я же только что прочекал абсолютно все стороны. Только не говорите, что это еще кто-то сюда подошел. Ну, либо же тот парень, который тут лутал, просто все это время где-то гасился. Капец. Да я уже почти вышел из радиации. Ну все. Получается, теперь находим и спокойненько забираем. И он причем уже подо мной прям. Да не. Ну вот надо было мне задеть эту кнопку. Капец. Ну все. Ну он теперь начал сваливать. Я же надеюсь, он с той стороны трубы хочет вылезти. Или он походу решил обойти меня и тоже на груз залезть. Оп. Готов. Ну все. Тогда подчищаем собачек и лутаем. Ну, видимо, снизу это будет сделать получше. А он еще и красный. А вот это прям хорошо. Хоть бы это был тот самый парень, который все тут заутал. И еще и шестая каска. И вот куда мне это теперь все пихать? Я так понимаю, сейчас у нас полетят разрывные патроны. Все на выброс. Ну, так же и медицина. Потому что иначе я вообще без понятия, каким, блин, чудом это все в себя засунуть. И по-любому найдется же тот, кто напишет в комментариях, что лучше бы тут выкинул какой-нибудь там фамасик и за место него взял бы побольше лутецкого. Но лично, как по мне, пусть лучше у меня будут вещи, чем компоненты. Потому что деньги всегда махом просто тратятся. А вещи лежат и ждут своего времени. Не, ну все. Вот теперь я максимально доволен этим боем. Самое главное, теперь до конца как-то дожить. К тому же, сейчас уже появится второй временной босс, на которого, я думаю, тоже можно так залететь неплохо. Поэтому погнали. Я же надеюсь, что тот парнишка, который плюс-минус где-то тут ошивался, не пойдет ко мне тоже босса забирать? А то как-то лута у меня уже чересчур много. И сливать его вот явно не хочется. Хоть наконец-то шли мы, шестые появятся. Ну и шестой бродик. Куда ж без него? Уже что ли? Капец, он меня что-то быстро заметил. Обычно я успеваю от камешек пробежать. Первый по-любому будет сидеть и мешаться мне, стреляя в спину. Как он там? Обычно любит. Зато второй максимально быстро отлетел. О, вот так получше будет. А у боссика-то на плече кобра висит. Капец, вот бывает же совпадение. Поднимаешь с парня один фомасик, а с босса другой. Причем абсолютно от разных фракций. Я даже не знаю, честно говоря, какой из них получше будет. Все-таки кобра мне как-то всегда поближе была. О, почти лег. Так вот, ботинок согрался. Серьезно? Я не добил босса? Капец. Я на секунду подумал, что все, он лежит. А нет, живой, блин, сидел. И ботинок туда же. Хотя гранатку свою подлую успел кинуть. Я думаю, все когда-нибудь хотя бы раз от этой гранаты но отъезжали. Только как бы ты его теперь пихать в себя? Я вообще без понятия. Серьезно? Ну вот почему я пошел не в шестой сумке? Блин, как минимум хотя бы розовый подсумок и то бы все мне сильно упростил. А так, ноль медицины. Так что, я думаю, лучше всего пойти куда-нибудь на рожок и вызвать там вертолетик. Поэтому погнали. Ну что, ребят, вертушка у нас уже почти на подлете. И это означает лишь одно, что к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца просто огромное спасибо. Ну и конечно же не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся как обычно завтра. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok